Здравствуйте, Владыка! В последние месяцы сентября хотелось бы поговорить с вами о прошедшем летнем периоде. Я, конечно же, имею в виду строительство Михаила Архангельского кафедрального собора. Что удалось сделать за это время? Удалось, конечно же, многое. Единственное, что визуально не все видится, потому что большая часть работ сейчас начинает выполняться внутри, внутри объекта, внутри нашего храма. И поэтому внешне это только определенная часть. Но вот что хочется сказать, что мы планировали раньше снять леса, чтобы собор пристал во всей внешней красоте. Но, как всегда, нас подводят те люди, которые поставляют комплектующие. Вот не хватило вот таких деталей, деталей мраморных. Пришлось их ждать. Это же с Урала. Пока вот они пришли к нам, пока мы их установили. Потом вот та же крыша. Почему не снимали леса? Потому что затянули нам поставку вот этого металла. Ну, что делать? Когда начинают строители нервничать, то я всегда говорю, мы не делаем пятилетку. Мы делаем красиво. Но вот эти сроки, они все условные. Я говорю, вы успокойтесь. Как Господь даст, так и будет. Потому что строительство храма – это дело, которое отличается от строительства, к примеру, любого дома. Вот дом делают девятиэтажный. Ведь если посчитать, какой он по счету? Сотый, тысячный. И поэтому уже все рассчитано и знают, чего сколько нужно. Здесь не подрасчитаешь. И как бы главная наша сейчас задача и желание – это войти, когда уже будет сделано. И вентиляция, соответственно. Корректируем вот ту же вентиляцию. Ага, смотрим, тут не хватает, тут приток воздуха нужен, там еще что-то. Вот эти вот работы, они такие, их вообще не будет видно. Человек войдет в храм, он видит, что вот он такой вот стоит красивый. А что за ним там, сколько там проводов, сколько там этих кабелей вентиляционных, всяких там труб. Да, это все будет спрятано. И в то же время это важно для прихожан. Это очень важно, это необходимо. Так как вот этот вот дух, он должен быть, должен быть в соответствии вот с теми действительно сейчас установками, которые есть. Чтобы, я говорю, наши, особенно пожилые женщины, во время особенно летнего моления в храме, чтобы не падали в обморок. Этого не будет. Вот, будем стараться. Я знаю, что вы не любите говорить о датах, о планах окончания строительства. И все-таки, ну примерно, есть ли надежда на какие-то сроки, когда хотя бы внешне предстанет во всей красе наш Кафедральный собор? Внешне, я надеюсь, что он уже вот в ближайшие месяцы, он будет стоять во всей красе. А вот внутреннее все, все зависит в первую очередь от тех средств, которые к нам поступают. Их катастрофически не хватает. Вот, и, конечно же, мы строим его всем миром. Вот, а сейчас наш народ, он материально не богаче становится. Вот этот всемирный кризис, так называемый, который начинается не с экономики, не с политики, а с человеческих сердец. То есть, вот этот нравственный кризис, он переходит во все сферы. И мы видим, вот что происходит сейчас и в других странах в том числе. И это понятно, что труднее становится, труднее строить. Ну, храм Христа Спасителя строился не в самые лучшие времена. И другие храмы, это было всегда на Руси. Это наши форпосты. И мы их строили, молились. И вот эта божественная благодать, которая переходит на сердца человеческие, она способна изменить нас с вами, изменить наше сознание и изменить сердечные ощущения. Ведь бывает как? У человека все в шоколаде. А у кого-то нерадостный, кислый, недовольный ходит. А в рай бывает наоборот. С милым рай и в шалаше. Да, в шалаше. Они в раю живут. А можно во дворце жить, как в аду. Все это зависит от внутреннего состояния твоего сердца и твоего сознания. И вот наши храмы, они способны изменять состояние человеческого сердца. И все-таки православные жертвуют, несмотря на кризис и материальные бумаги. Конечно, да, жертвуют, но не хватает. И когда вот задают вопрос, владыка, а куда, как, я всегда говорю, у нас на сайте указан счет. Первое. Второе у нас рядом с храмом часовни, где, конечно же, также принимают пожертвования. Все это записывается. Поэтому, слава Богу, что продвигается. Я всегда такой оптимист по жизни, но здесь я знаю, что такое строительство храма. И я всегда склоняю колено своего сердца пред Богом. Господи, как ты хочешь. И когда меня спрашивают, владыка, какие планы, когда, я говорю, знаете, нужно спросить все-таки у него. А то будет, как в английской пословице, хочешь рассмешить Бога, скажи Ему свои планы. Ну, дай Бог, дай Бог, все планы намечены, не намечены, сбудутся. Сегодня православные отмечают воздвижение креста Господня. Владыка, какова история этого праздника? Ведь далеко не все, даже верующие, знают его. Ну, история, она удивительная, необычная, очень поучительная. Когда не могли найти долгое время крест Христов, и вот именно царица Елена, это мама Константина Великого, она занялась этим делом. Крест был обретен, от него исцеление, одно из исцелений, первое, это когда крест возложили на мертвеца, которого проносили мимо, и он воскрес. Вот, и с той поры, как бы, частицы древа креста Господня присутствуют во всех уголках нашего мира. Но не это главное. Для нас не исторический артефакт играет главную роль. Для нас самое главное — это наша вера и наше обращение к Богу. Ведь можно креститься, а толку не будет от этого креста, если у тебя нет веры, если у тебя нет упования на Бога, вот если нет благодарности к Богу. Ведь каждый человек, он несет крест. Верующие, неверующие, все несут кресты. У каждого свой крест. В народе так и говорят. Но одни из этого несения креста извлекают пользу и в этой жизни. Я уж не говорю про ту, и в той тем более. А другие нет. Почему? Вот на этот ответ очень хорошо отвечает святитель Игнатий Бринчанинов, 150 лет назад, когда жил. Он пишет, когда вот что-то к нам прилетело, помимо нашей воли, желания, какие-то страдания, скорби, переживания, или близкие умирают, или что-то заболевают, то если мы благодарим Бога, хотя нам трудно и непонятно, и вначале не получается, ты устами благодаришь, а сердце твое, оно по-другому настроено. Но в процессе вот такой борьбы сердце успокаивается. Этого мало. Когда человек благодарит, словословит Бога, зная, что как врач посылает что-то болезненное для пользы человек, ведь раньше не было таких обезболивающих средств, и многие вот такие врачевания делали по-живому, это было очень больно, но это было необходимо, люди на это шли. Вот так же и здесь. Когда человек благодарит Бога, то крест становится не тяжестью, а через эти страдания человек получает еще духовное утешение, а если он еще больше благодарит, то идет духовное наслаждение, пишет Игнатий Бринчанинов. Поэтому-то наш народ всегда был народом, который больше всех переживал. Действительно, посмотрите, у нас то революция, то это, то не то. Но позитива в нашем народе всегда было больше, потому что наши люди обращались к Богу, просили Его, Господи, помоги. Значит, надо мне нести этот крест. Только помоги, чтобы мне не упасть под Ним, чтобы мне не начать винить людей, которые живут рядом со мной. Это Он, из-за Него нужно видеть за всеми этими людьми промысл Божий. Кто дает чашу страданий пить Христу, пишет Игнатий Бринчанинов? Пилат? Иуда? Первосвященники? Римские воины? Нет. Сам Господь? Бог Отец? А кто же эти люди? Все злодеи. Они лишь слепые орудия промысла Божия. Вот когда такая установка, то человек приобретает мужественно. Его невозможно ни страданиями, ничем выбить из седла. То есть он такой позитивный, мужественный, сильный человек. Он приносит пользу себе, своей семье, окружению, народу, государству. Вот это духовные воины Христовы. Если мы будем жить правильной вот этой жизнью, то все, мы будем непобедимы. То есть учиться нести свой крест, вот о чем мы вспоминаем в День Воздвижения Креста Господня. Владыка, поздравьте, пожалуйста, наших телезрителей с православным праздником. Да, друзья мои, всех вас поздравляю с этим праздником. Крест, он у каждого свой, по тяжести, по времени несения. Но мы с вами не одни. С нами все небо, Господь, Божья Матерь. У каждого есть ангел-хранитель. Поэтому нужно от нас вот этот вопль к Богу, Господи, помоги, Господи, не остави. Ну и помнить русскую народную пословицу. На Бога надейся, но сам-то не плашай. Владыка, я благодарю вас за беседу. Спасибо, что были гости. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова